Издание «Проект» выпустило фильм-расследование про Рамзана Кадырова. Это историческое расследование о том, как глава Чечни сделал из республики султанат имени себя. В фильме новые факты об убийствах вокруг Кадырова и о невероятном по масштабам воровстве. Есть и ужасные факты из личной жизни, гарем с несверженолетними и наложницами жестокие наказания. Подробнее о фильме поговорим с одним из его авторов, с Михаилом Могловым. Он с нами на связи. Михаил, приветствую. Привет. Я прежде всего скажу, что я не успел посмотреть прямо полностью весь материал, потому что он очень большой. Два с половиной часа. Это, я говорю, для того, чтобы наши зрители заглядывали в описание к этому видео и обязательно переходили по ссылке, посмотрели сегодня этот фильм. Прежде всего хочу не переходить к деталям, а об общем поговорить. Как готовился этот материал? Можно ли сказать, что из-за проблем со здоровьем Кадырова информация о нем стала утекать как-то более активно? Ну, я бы не сказал, что эта история как-то повлияла, история, не знаю, здоровья. Ему становится то хуже, то чуть лучше по тем кадрам, которые мы видим из Чечни. История подготовки довольно сложная. В какой-то момент мы с коллегами обсуждали про то, что напрашивается какая-то портретная история. И у меня в том числе были частичные наработки, потому что я последние пять лет детально занимаюсь изучением материала уголовного дела об убийстве Бориса Немцова. И периодически там появляются новые детали. Ну и здесь, конечно же, в этом фильме тоже есть новые подробности фигуранты, которые явно были причастны к организации убийства Бориса. Но при этом следствие либо не стало их искать, либо постаралось вообще не заметить. И никак не включило в материалы. Поэтому какая-то часть это многолетняя работа, но работа непосредственно над фильмом, ну, наверное, последние полгода это была прям активная работа команды проекта именно над этим фильмом. Ну, а новости о здоровье Рамзана Кадырова скорее в это время были нашим информационным фоном. Да, если пробежаться по тайм-кодам этого фильма, ощущение, что вообще все этапы, все периоды жизни, скажем так, Кадырова и существование его султаната затронут в этом самом фильме. Можно ли сказать, что это самая полная его биография? Ну, я бы не стал так уж прямо говорить, что это точно самая полная, но мне кажется, мы охватили, и я бы даже сказал не то, что самого Рамзана Кадырова, а, ну, во-первых, и его отца. Да, потому что тут стоит говорить про клан, да, про такую клановость, вообще Чечня, в общем-то, еще до прихода Ахмата Кадырова, там тоже были свои кланы, пришел Ахмат, и мы рассказываем, как это происходило, почему именно его выбрали, какие-то особенности его выбора, когда его поставили. Ну, а дальше, соответственно, мы рассказываем про то, как уже после гибели Ахмата Кадырова Рамзан боролся в том числе с тогда еще живыми конкурентами, которые могли оспорить его власть, и, в общем-то, как он устроил этот султанат, и какие сейчас вокруг него ключевые, в том числе, кланы. Да, вот про то, что, как устроено все сейчас, в расследовании подробно как раз рассказывается о людях Кадырова, о сыновьях, о его окружении в лице, лорда Делимханова или, там, не знаю, Руслана Геремеева. Какой вот сейчас, можно сказать, расклад сил в республике, условно говоря, если умрет Рамзан Кадыров, вот, опять же, по твоей оценке, кто более вероятно займет его место? Ну, у меня нет оценки, я не могу назвать какую-то конкретную фамилию. Надо понимать, что клан Кадыровых в широком смысле, он охватывает, буквально держит всю власть в Чечне. И в этом смысле, когда сейчас в последнее время очень много говорят по поводу Аптия Лаудинова как некую альтернативу, но, вообще-то, он, в принципе, тоже участник непосредственно клана. Несмотря на то, что в фильме он никак не упоминается, но если, как бы, внимательно присмотреться к некоторым деталям и в фильме, а потом сопоставить с активностями Аптия Лаудинова, он, в принципе, это просто один из участников команды Рамзана Кадырова. И, ну, очевидно, что клан Кадырова, он охватывает просто всю власть, и никакой в целом альтернативы этому клану сейчас не может быть. А дальше вопрос, как бы, кто именно, но это, скорее, будет гадание на кофейной гуще. Ну, вот отдельно такая неприятная часть внутри фильма касается наложниц Рамзана Кадырова. Правильно ли я понимаю, что Рамзан Кадыров спит с несовершеннолетними и отбирает у них затем детей? Ну, давайте так, я, как это, с одной стороны, я лично свечку не держал, но факт в том, что от юных девушек, которым 15 и 16 лет, у Рамзана Кадырова рождались сыновья. Эти сыновей вы сейчас очень часто можете увидеть, например, когда Адама Кадырова награждают медалями, или когда он избивает в СИЗО несчастного Журавля, Никита Журавелева зовут, или Ахмад Кадырова, или вот другой сын Элли встречался недавно с Владимиром Путиным. И факт в том, что у Рамзана Кадырова есть гарем, и юные девушки рожали от него детей, еще, в общем-то, будучи школьницами. Ну что ж, Михаил, спасибо большое. Я думаю, мы таким образом проанонсировали для наших зрителей этот материал, этот фильм, поэтому, друзья, обязательно подключайтесь и по ссылке в описании переходите. Новый фильм расследования от проекта про Рамзана Кадырова.